Дмитрий Сватковский Сегодняшний старт – это лишь разминка перед игрой в ночной хоккейной лиге. Сейчас спорт вышел на новый уровень. Это не только полезно, но и, наконец-то, модно. Очень приятно, что вообще выходные проходят по-спортивному, все готовятся. Я знаю, что сегодня уже с утра многие уже, кто вышел на лыжню, кто уже гуляет по городу, кто уже занимается хоккеем, кто катается с детьми на катках, это все вообще говорит о том, что спорт становится модным, нижним, спортивным городом и, что самое главное, все общаются. Основная дистанция на Щелковском хуторе – 10 километров. Но этой цифрой организаторы никого не ограничивают. И вот кто задает темп. Снехороший, самый настоящий, европейская лыжня, короче. Лучше, чем на Кубке мира. Скольжение идеальное. 15 километров сегодня прошло. Мне 70 лет. Такая дистанция пока не по силам Ивану Александровичу Борзову. По объективным причинам. Ваня всего год и 9 месяцев. На лыжах катается шестой раз. Папа надеется вырастить из него серьезного спортсмена. Возможно, скоро сын будет делиться радостью от громких побед с прессой. А пока перед журналистами отдувается отец. Вот уже пятый, шестой раз на лыжах. Тебе понравилось? Вань. Ну, на камеру он работает первый раз, поэтому еще не привык. 34-й лыжные гонки объединили 72 российских регионов. Только в Нижегородской области стартовало 12 тысяч человек. Из них 7,5 тысяч в Нижнем Новгороде. У всех я вижу хорошее праздничное настроение и большое количество людей. Приятно, что очень много школьников, студентов, ну и традиционно у нас военнослужащие участвуют в таких соревнованиях. Ветераны особенно приятно. Даже некоторые показывают удивительную скорость. Это значит, что не один год они уже дружат с лыжными гонками. Приятно. Есть с кого брать пример. Обязательно надо быть физкультурником, обязательно надо двигаться. Это создает настроение, это создает позитив, это, в общем-то, создает желание жить, быть здоровым, причем длительный период времени. Кстати, после финиша участники не расходятся. Устроители приготовили большую шоу-программу с конкурсами и показательными выступлениями спортсменов. Замерзнуть не дает полевая кухня, развернутая военными. После серьезной дистанции спортсмены смогли восполнить потерянные калории углеводами, которые солдатской каши с тушенкой предостаточно.